В рамках реализации проекта «Этнотеатр Берегиня» и при поддержке ОНО Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области в Доме детского творчества состоялся спектакль «Коловорот життя». В постановке рассказывается о круговороте жизни, как в природе, так и у людей, древних обрядах, каждый из которых связан с определенным временем года. Весна – это гуканье весны, встреча весны. Это когда люди выходили в поля, звали птиц, женщины выносили различные рукоделия, которые они сделали за зиму. И звали птиц, потому что птицы прилетели, значит, началась природа готова к пробуждению. И точно так же в семье людей появляется новая жизнь, рождается ребенок. Лето – это время, когда начиналось много молодежных, для юных, для порослей, как они говорили, различных обрядов, и семуха, и куст, обряд куста. Вот мы в этот раз, кстати, его для себя открыли, когда именно девушки завязывали на березах веночки, не срывая с дерева ветвей, завязывали веночки. И тем самым это, оказывается, был подход такой к Ивана Купала. Осенью славянские народы традиционно проводили зажинки и дожинки, сбор урожая. В это время года у молодых происходило сватовство, а уже к зиме случались свадьбы. В рассказе о Рождестве зрителей знакомят с неприсущим русской культуре театром Бодлейка. Он пришел в Беларусь из Литвы и Польши. Кукольные представления обычно проводились в костелах, а разыгрывались в них библейские притчи. Не самый очевидный выбор – этнотеатр для молодого человека. Как ты сюда попал? Расскажи. У меня здесь занималась сестра, но я знал, что здесь идут занятия, этнический вокал, народный вокал. Мне просто интересно стало. Я петь очень люблю и часто дома пою. Появилась идея просто прийти в коллектив петь. Ну и когда уже появилась задумка с этими театрализованными представлениями, то тогда, конечно же, было интереснее намного. Дело в том, что у меня бабушка поет, и часто я просто с ней, когда приезжаю к ней, мы поем вместе, я просто люблю петь. А такие песни, как народные, они до глубины души бывают, пробирают. Это душевные песни я, честно говоря, если петь, то только с этого начинать. Помимо народных песен, зрители услышали и современные композиции. ПЕСНЯ Я занимаюсь пением с трех лет и попал в образцовый коллектив сразу же, когда пришел заниматься. Репетиции очень веселые, хорошие друзья и очень хорошие идут воспоминания от этого места. У меня роль была, надо было говорить, чтобы я помогал другим, чтобы они понимали, когда выходить на песню, на танец. Как давно ты занимаешься в этом этнотеатре? Я занимаюсь, ну, четыре года. Ого, а тебе сколько лет? Мне девять. Расскажи, что тебе здесь больше всего нравится? Мне нравится больше всего пять. Диаспора Беларусы Таганрога приглашает взрослых и детей вне зависимости от национальности и вероисповедания. Количество у нас, конечно, с каждым годом растет и радует то, что у нас действительно семейственность возникает с каждым годом, потому что вот вы сегодня сможете увидеть взрослый коллектив, это все мамы. Вот я в коллективе и мама, и педагог, у меня и мои дети занимаются здесь, поэтому, естественно, я еще и участвую в коллективе родителей. Мамы, папы, все с нами. Добавим, что спектакль «Коловорот життя» успешно прошел не только в Таганроге. Днем ранее два концерта состоялись в селе Петрушино. Сейчас ведется активная работа уже над новым грантом. Связан он с коллективами «Волновахи» из ДНР и коллективами «Старобельска» из ЛНР. У нас был 15 января концерт совместный рождественский в ДК фестивальном. Сейчас мы готовим большой, опять же, тоже спектакль, сказка-спектакль «Три народа, одна душа». Опять же, сценарист тот же сам Ирина Павловна Поплавская. Но он более объемный будет, затрагивать уже будет нынешнее, почему наши народы, кто их так волшебным образом решил поссорить, и как они прекрасным образом, все-таки мы верим в то, что они подружатся. Так что вот наши будущие планы такие. Субтитры создавал DimaTorzok